Звоном колоколов встречал Городецкий Федоровский монастырь участников заключительного этапа молодежного веломарафона «Наследники Победы». На территории монашеской обители, где 13 дней назад юных велосипедистов благословлял ладыка Августин, состоялось праздничное честение финишеров. Ребят приветствовали руководители местной власти и представители общественных организаций. Акция несет, прежде всего, воспитательный характер. Воспитательный характер для нашей молодежи. Задача ихняя была заложена изначально. Это встреча с ветеранами. Войны, труда, прежде всего, войны. Многое они слышат от ветеранов. И это, естественно, несет воспитательный характер. Это прежде всего молодежь должна знать историю своей страны, своей родины и своего родного края. По пути своего следования ребята лично поздравили 29 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в районах участников веломарафона, и передали памятные подарки еще 300. В память о подвиге советских солдат были посажены цветы на семи клумбах и более 50 саженцев лиственницы. Веломарафонцы стали участниками познавательных экскурсий, тематических круглых столов и викторин. На протяжении всех 12 этапов веломарафона с ребятами из самых разных районов был заместитель руководителя проекта Александр Суворов, который отметил, что за 4 года уровень проведения акции «Наследники Победы» вырос в разы. В селе Хмельевицы нас встретило человек 400, наверное, не менее. То есть никогда такого шлага мы не видали. И было очень приятно, что были ребята из кадетского класса, было много молодежи, были люди постарше. То есть все нас ждали. Очень здорово. А если говорить про тот самый трудный этап, то это, без сомнения, Шахунья-Ветлуга. Мы прошли такими дорогами, что ощущение, будто мы действительно после боевых действий шли. Это не поддающееся какому-то вообще осмыслению ямы на дорогах, залитой водой. Шел весь день дождь. А команда Шахунского района была возглавлена главой местного самоуправления Лек Александрович Дохно. Четвертый год подряд вместе с командой, невзирая ни на какие трудности, он всегда во главе колонны. Самое яркое для меня впечатление – это то, что мы остановились у памятника, у которого никто не останавливается. Он заросший, там ничего нет, и нас никто там не встретил. Мы встали, провели свой мини-митинг, можно его так сказать, возложили гвоздики, гирлянду и отправились в путь. Какие чувства и эмоции вы испытали? Радость, удовлетворение, масштабные мероприятия – это очень здорово. Градецкая команда веломарафонцев была самой многочисленной – 29 человек. Большинство ребят участвовали в пробеге впервые, и для них это было настоящим боевым крещением. Если вспомнить первый день, то было очень много туч, и под конец был даже дождь. Но мне кажется, что это было даже хорошо, потому что, возможно, наша Родина проверяла на то, сможем ли мы, достойны ли мы пройти таким же путем, что-то преодолеть ради своих предков, которые столько всего сделали для нас пожертвовать своими жизнями. Я очень рада, что участвовала в этой акции. Скажите, вы, девушка, легко было преодолевать такой километраж? Ну, поначалу, конечно, было легко, но после первой основки понятно было, что ноги начали болеть, но дальше стало все легко. Что помогало? Что помогало? Наверное, собранность, то, что все ехали, все вместе, ты не один, у тебя сзади поддержка, впереди поддержка. Для меня он стал очень таким большим этапом в моей жизни, так как я никогда так больше не ездил. Я хотел пройти этот путь от начала и до конца. Интересно было то, что мы в каждом селевом пункте, у нас проводился митинг, где мы поздравляли ветеранов и тружеников тыла, которые участвовали в Великой Отечественной войне, дарили им подарки и поздравляли с Днем Победы. Тема Великой Победы стала лейтмотивом праздничной встречи веломарафонцев. Память погибших героев земляков почтили минутой молчания. В знак благодарности за совершенный ими подвиг были возложены цветы и венки к памятнику святого благоверного князя Александра Невского, который является покровителем всех войнов. Ярким завершающим аккордом встречи стало символическое возвращение флага Веломарафона идейному вдохновителю акции Владыке Августину. А на прощание ребята из поселка Сокольского и Городца исполнили главную песню Дня Победы. Это радость со слезами на глазах. День Победы! 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 Субтитры создавал DimaTorzok